Продолжение следует... Что за альтернативные выборы и дистанционные электронные голосования имени Марка Фейгина? Ну, смотрите, это не новая идея, она много обсуждалась. Давайте типа проведем, наладим, создадим платформу, на которой мы будем проводить свои отдельные выборы. Сначала это была идея выборов какого-то аналога коррекционного сета оппозиции, потом, значит, вплоть до парламента какого-то еще, какого-то полномочного органа русского общества. Вот это долго обсуждалось, это не новая идея сама по себе. Причем, конечно, у этого была отрицательная коннотация в связи с коррекционным сетом оппозиции. Масса была претензий, тогда это Леонид Волков осуществлял работу по организации, но это было уже достаточно давно, 12-й год, прошло почти уже скоро 12 лет, и многое заменилось за это время, но и тогда это подвергалось критике. И еще более усугублено это было дистанционным электронным голосованием, которое реализовано было в России, и мы все про него знаем. Там нет никаких загадок, что никакого дистанционного голосования нет, что это, в общем, чистая фальсификация, и у людей, в общем, по этому поводу масса опасений, масса страхов, которые обоснованы. Плюс добавилась еще проблема с ФБК, то, что произошла утечка личных данных, изумного голосования, как я помню, и это тоже многих пугало и пугает к вопросу о безопасности подобного рода инструмента, используемого для выборов и формирования каких-то полномочных представительных органов. Так что это не какая-то совсем уж оригинальная идея Фейгина, просто подобного рода технологические возможности, они есть, они разные. И у меня было на выбор несколько таких предложений, и я пришел к выводу, по одному из них я сам не программист, не инженер, естественно, но насколько мне это могло быть объяснено, и сам я мог понять, вот регистрация избирателей с активным избирательным правом по биометрии, по биометрическому порталу мне показалась наиболее достоверным, верифицированным и в том числе анонимизированным за счет блокчейна способом создания базы избирателей, которые вправе голосовать. Все остальные способы, они все-таки связаны с получением персональных данных. Но это уже технический момент, я хотел чуть позже к нему обратиться, и может быть даже не сегодня. Я по идеологии хотел бы, кого мы так можем избрать. Вот смотрите, поскольку сейчас идут так называемые выборы президента в Российской Федерации, которые 17 марта должны состояться, то все те политические предложения от оппозиции, как повлиять на результат этих выборов, ну или хотя бы показать себя, что мы есть, а чаще это именно такая задача стоит, они мне показались ущербными, они показались явно неэффективными сами по себе, потому что спор идет о том, давайте в полдень все выйдем, давайте проголосуем за кандидата более-менее приемливого, да, вот Бориса Надеждына в час, давайте перечеркнем что-то, давайте испортим, но это все было, понимаете, это все пробовали, и это ни разу не приводило к результату по одной простой причине, потому что это никак результат, который будет объявлен по итогам выборов 17 марта, никак не связан с процессом, а люди хотят влиять на процесс, в котором правила устанавливает сама власть, и там не предполагается, что вы можете хоть как-то повлиять на процесс. Результат будет объявлен такой, какой будет объявлен, а воздействовать на сам результат вы не можете. Что может воздействовать на результат? Внутри путинской системы выборов ничего. Мой ответ – ничего. Значит, нужно создать какую-то альтернативную инициативу, альтернативный проект, который, может быть, и не будет репрезидентивен в той степени, которой для выборов президента первого должностного лица было бы достаточным, это я допускаю, недостаточно репрезентативный, и мое предложение не такое уж и дает диапазон достаточный представительства, потому что там проголосуют, может быть, десятки, может быть, сотни тысяч, может, несколько сотен тысяч людей. Этого явно недостаточно для полного смысла представительства. Но, тем не менее, это лучше. Выбирать надо президента. Это не опрос. Если уж делать, так делать по большому счёту, по крупному. Чего мелочиться? То есть, нужно... Это будет президент россиян с биометрическими паспортами, фактически. Это будет лицо, которого выберут президентом, те, кто проголосует. Вот давайте так сказать. Ну, те, кто проголосует, это пока мы выяснили, что лучше всего, если у них будут биометрические паспорта. Безусловно, да. Их зарегистрировали по биометрическим паспорту. И вот по той биометрии. Есть данные, сколько сейчас биометрических паспортов у россиян? 35 миллионов их. Я ещё раз... Выборы нужны не для выборов всё-таки президента. А выборы первого должного лица президента, теми, кто за него проголосует. Всё-таки мы, я не думаю, что смогли бы признавать, чтобы не выглядеть смешными, на то, что мы тут прямо президента выбрали, и завтра его надо в Кремль каким-то образом отправить. Этого не произойдёт, скорее всего. Но этот инструмент заработает. Это работает, понимаете? Потом можно референдумы проводить, потом можно, так сказать, парламенты избирать. То есть... То есть, Марка, можешь уточнить здесь? Это не столько для результата, чтобы показать там условно какую-то фамилию, вот кто может объединить россиян, а для демонстрации рабочего инструмента? Конечно. То есть, мы не про персоналии сейчас говорим, а про то, что мы можем создать условно альтернативу ЦИКу. Ну да, да. Этому инструменту, который, повторяю, является инструментом власти в России, а здесь это будет инструментом гражданского общества. Потому что, понятное дело, что можно, вдруг такое произойдёт, какой-то человек зарегистрированный выиграет эти выборы, за него будет больше отдано голосов, и он окажется настолько существенной фигурой, знаете, как человек-место или место-человек. То есть, сам докажет свою самодостаточность и политическую правоспособность. Это такой вопрос, знаете, ну, как будет? Но мы-то-то получим по итогу в сухом остатке инструмент, что так можно, и это вполне себе прозрачный и анонимизированный, эффективный инструмент формирования альтернативной власти. Если бы при Стали не был бы такой инструмент, честно скажу, что бог знает, как советская система бы ещё повернулась. Ой, знаете, Марк, знаете, от кого я слышал такую аргументацию? От Венедиктова. Когда он говорил про электронное голосование. Вот потому что, да, сейчас типа система плохая, но мы делаем этот инструмент для того, чтобы когда вот будет всё хорошо, для того, чтобы он был и был рабочим. И это произошло ровно наоборот. Как раз этим засран этот был инструмент, потому что внутри системы самое идеальное голосование превратится в то, во что превратилось в дистанционное электронное голосование при Путина. Вот и всё. Вы только что скажете, что при Сталине даже ваш инструмент мог бы, так сказать... Ну, только не на выборах при Сталине, а если бы русский общевоинский союз проводил бы за границей, НТС или там... А, в этом смысле, что... Да, я просто... Не совсем понятно было, да. Они же договориться никогда не могли. Они в эмиграции друг друга стреляли, понимаете, как на бок его взяли, застрелили. Монархисты, понимаете. Царя там они никак не могли определиться с двумя основными домами. С Кириллом Владимировичем и остальными претендентами, понимаете. Вот в России сейчас, за пределами России, происходит ровно то же самое. Они ни о чём не могут договориться. Никого не могут сформировать. Вы же видите, что происходит. Как по-вашему, то, что... Вот биометрический паспорт. Просто у нас тут очень много, конечно, сомнений насчёт того, что это перебор. Это лишает огромного числа людей возможности голосовать. У кого нет этих биометрических паспортов, кто не собирается их получать. И третье – это то, что данные могут утечь. И это очень опасно. Да, давайте с последнего начнём. Мы сейчас на какой стадии? Мы регистрируем ревью. Вот послали приложение в AppStory и PlayMarket. PlayMarket проканает, всё нормально. В AppStory вы знаете, что это такое. Там ужас. Там ужас, и мы его решаем. Это уйдёт. Я не знаю, Марк, моё приложение, вот, Antidot Radio, которое есть, в AppStory быстрее зарегистрировали. Так бывает иногда. Моё и нафиге. Live с политических претензий было массой. Я несколько месяцев, так сказать, мучился с регистрацией. Но здесь, связанные с выборами, да ещё и с претензий на выборы президента, там представляете, что творится. Мы это решаем. В PlayMarket гораздо быстрее всё будет зарегистрировано. Как только в PlayMarket мы зарегистрировали, мы сможем это выводить. Самое главное, в этом-то и была задача, что должно быть всё анонимизировано. Каким образом? Это система блокчейна и открытый код, который мы выложим, и все сначала, перед тем, как начнут регистрировать, ну, понятно, что люди разбирающие скажут, действительно ли личные данные считываются, персональные данные считываются или нет. Или только остаётся в смартфоне, и, значит, после считывания биометрии, там же и остаётся в виде отпечатка, да, которым вы воспользуетесь для единственного раза для голосования 17 марта. Кстати, голосовать только один день, естественно, никаких там недель, месяцев и так далее. Если будет установлено сторонними экспертами, что личные данные, персональные данные всё-таки скачиваются, значит, мы повременим, значит, мы реализовывать этого не будем. То есть, пока не будет авторитетно заявлено о том, что смотрите, это работа в тестовом режиме, что никакие данные не уходят, пока этого не будет сделано, никакие голосования не начнутся, никакие регистрации избирателей не начнутся. Теперь, что касается вопрос о биометрии, а второй был какой вопрос? О предыдущем перед ним, Саша. Да, перед ним был вопрос о том, что лишаете права тех, кто нет биометрии. Здесь всё просто. На Западе тоже запрещено собирать персональные данные. Поэтому, если бы даже я бы и хотел, то есть, по обычным паспортам нужно эти персональные данные собирать имя, фамилия, отчество, год рождения. А поскольку это просто запрещено, понимаете, я не имею права этого делать. Поэтому, соответственно, и делать я этого не буду и не хочу, потому что это невозможно. Тогда мы действительно должны собирать персональные данные. Зачем мне брать на себя такой ответ? Я что, идиот, что ли? А вот именно благодаря биометрии никакие данные никуда не уходят, и тем более их невозможно никуда деть. Понимаете? Мы же не на сайте голосуем. То есть, идея примерно такая техническая, я имею в виду. Каждому человеку присваивается как бы уникальная подпись, отпечаток, условно говоря, который его представляет в сети, но с конкретным человеком это соотнести невозможно. Нет, потому что данные не уходят из его телефона. Вот что делать. Окей, так, допустим, и получается, у кого нет биометрических паспортов, те проголосовать не могут в результате. Не могут, но у тех, у кого смартфона нет, тоже не смогут проголосовать. Нужно биометрически прислонять к глазку телефона. Но если на то пошло, ну невозможно этот вопрос решить. А как его решить? Ну просто, ну а как? Это значит собирать личные данные персональные. Я вот не готов собирать на чип. Как полагаете, сколько может принять участие народу в таком голосовании? 35 миллионов паспортов выдано. Дальше загадка. Это темная такая территория, понимаете. Люди в России могут бояться в принципе всего. И поэтому они могут не решиться на это. За границей, конечно, люди свободнее. При наличии биометрии регистрироваться могут. В пределе, на мой взгляд, я бы считал вполне удачным, если 100 тысяч бы зарегистрировалось. Насчёт того, что, значит, кого выбирают эти люди в результате. Вы сказали, выберут президента. Имеется в виду, что вы отвлекаете таким образом внимание россиян от реальных выборов? Я бы сказал... Не реальных, а формальных. А я не вижу тут проблем. Идите голосуйте туда, идите голосуйте здесь. А какая разница? Знаете, выборы-то... А тем более мы исходим из того, что там выборов-то нет. Вы можете там хоть краковяк низкий станцевать. Какая разница, так сказать, на участке? Это вообще роли никакой не играет. И поэтому нет никакого противоречия с теми предложениями, которые КАЦ предлагает или предлагает ФБК. Нет никаких проблем. Пожалуйста, делайте там всё, что хотите. Просто там выборов нет. Это не приведёт к никакому результату. А здесь выборы должны быть. Вот по моему замыслу. И здесь это может вызвать интерес. Но, между прочим, у меня с полдюжины уже требуют стать кандидатами людей с публичными фамилиями. Выразимся так. Их будет гораздо больше. И сама по себе дискуссия, дебаты, обсуждение и всего этого они приведут к повышению интереса. Сам по себе он ведёт и к вниманию тех обладателей биометрических паспортов в России, которые хотя бы даже процессом заинтересуются. Прямо со звучными-звучными фамилиями. Есть блогеры-миллионники среди них? Миллионники. Нет, миллионников нет. Но они такие блогеры скромнее, но фамилии-то, да, вполне себе. Так сказать, все знают. Поэтому, нет, ну, как бы никто не отказывается. Для кого-то это возможность выступить, показать себя там, стать политической фигурой. Для кого-то в дебатах на канале, на моём, в крупном канале поучаствовать. Неважно, какая разница. Какая разница. А что, вы посмотрите на клоунов, которые участвуют с Путиным в выборах. Они говорят, а мы, говорит, за Путина всех. Вон он это. Ну, и что? И чем это хуже? Пусть мне кто-нибудь убедит, что это хуже. Да, мне как раз нравится это предложение, прежде всего, движухой. То есть, даже если бы и не было никаких выборов, а была только одна движуха, это уже было бы хорошо. Потому что вот в нынешней ситуации, когда даже вот круглый стол на дожде со всеми оговорками является событием гигантским, да, который все обсуждают. Ну, значит, у нас что-то болоться какое-то прям совсем. И это бы сильно оживляло в этом смысле мне идея Марка Захаровича близка. Очень много, очень много вопросов, значит, по техническим аспектам. Ну, я задам парочку. Например, а как быть насчёт атаки ботов с базами биометрии? То есть, как я себе представляю, человек спросил, что создаётся какая-то база биометрических данных, возможно, генерируется. Я не знаю, можно ли её генерировать. И кошмарное количество ботов отправляется, и все там, не знаю, голосуют против всех, или все голосуют за Фейгина, или все голосуют. А я не участвую в выборах. А вот, а за вас голосуют. Не участвуйте, а за вас голосуют. Ну, я шучу. Ну, понимаете, о чём я. Понимаете. Да, я конечно понимаю. Так они же поднимут число зарегистрированных избирателей. Если власть организует такую атаку ботов, они-то как размышляют? Мы не будем Фейгину помогать, чтобы, что у него, миллион зарегистрированных было избирателей. Это сама по себе уже политический факт, политическое значение. Понимаете. Это значит, Фейгин будет ходить на каждом углу, рассказывать, что у него миллион избирателей. Понимаете. Они, наоборот, должны понизить это всё. Вообще ничтожное событие. Они-то думают, что я сфальсифицирую выборы, что Фейгин там поставит своего человека и скажет, вот, миллион человек проголосовал за вашу пряника. И поэтому они на это никогда не пойдут. Насчёт ботов. Там есть, конечно, фильтры, которыми занимаются специалисты. Я не узкий специалист, я вообще вот это не понимаю. Я думаю, что с этим можно будет справиться. Но ещё раз повторяю, если власть захочет использовать этот инструмент, она поднимет число избирателей, понимаете, зарегистрирующихся в качестве таковых. Тем самым поднимая интерес к самой платформе и к самому этому способу, что, в общем-то, нам и надо. Так они на этом проиграют только. Вот и всё. А потом я вам так скажу, что мы никому не позволим, даже вот кандидаты, они пошут мне анонимного кандидата какой-то там из села Хрюкино, Гадюкино. Вот я хочу зарегистрироваться. Нет, так тоже не будет. Никакого МММа не будет. Ещё раз повторяю, никто не будет регистрировать всяких клоунов. Это сразу этот фильтр, этот барьер будет поставлен. Ровно поэтому я и говорю, что президента... А как, кстати, кто эти люди, которые будут фильтровать? И это люди? Нет, я взял на себя роль арбитра. Комиссия будет сформирована из представителей зарегистрированных кандидатов. Это проще. Комиссия будет. Зарегистрировали, мы знаем этого человека. Правильно, а регистрировать вы будете? Да, регистрируйте я буду, да. Всё, вы единолично. Но пока мы так говорим, я, честно говоря, ещё не окончательно, это не финальное решение. Но ещё раз повторяю, вот как мы столкнёмся, помните всех этих МММ-кандидатов и так далее? Специально, ой, а его нет, он не живой, а вы его зарезли, вот вы идиоты. Вот такого не будет, я этого не позволю. Измываться над этим предложением, над этим проектом я просто не позволю. Поэтому все, кто уже вознамерился там дурака валять, значит, играть в игрушечки, вы со мной в игрушечки не поиграете. Я вам, значит, с демократией такого рода не позволю баловаться. Поэтому на самом деле для нас важен результат вместе с процессом. И если кто-то думает, что он может, знаете, как совещание, а не регламент, ПСО обсуждали месяцами и потом все плевались от этого. Вот тут так не будет. Мы волевым образом построим эту систему. А уж когда она полноценно заработает, не в первый раз, так во второй, в третий, вот тогда и всё будет демократично. Никакой свободы врагам свободы. Абсолютно точно. Наш лозунг. Да, абсолютно согласен. Но это, конечно, большой разговор, который требует дальнейшего обсуждения. Я очень надеюсь, что всё получится. Не из-за того, что там нужно выбрать какого-нибудь, не знаю, иммигрантского или биометрического президента, или даже представительства и всё остальное, из-за того, что по политической жизни, как мне кажется, все мы очень соскучились. И если её можно возродить таким образом, то почему бы не возродить? И в этом смысле я Марка Фегина всячески поддерживаю. Всё интересно. Спасибо большое Марку Фегину. Продолжим, я надеюсь, обсуждение. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон»